Я уже давно вам обещал, что мы как-нибудь доберемся до зоопарка. Я очень много лет не был в ленинградском зоопарке. Я посчитал 8 лет. Но сегодня мы не будем обходить весь зоопарк. Мы немножко погладим зверей. Давайте сделаем то, что обычным посетителям не разрешается. Сонечка. Она старенькая уже? Пожелаю. Наш последний жираф. Давай крайний все-таки скажем. Ой, язык какой у тебя большой. Ну, давай крайний. Но нынче из этого огромного стада, у нас же их бывало, Мил, по 11 штук, я помню. 11 жирафов. Сейчас, сейчас, сейчас еще будет. Где наши бананы? Отдайте наши бананы. Ну, все, хорошо. Она у нас вот такая. Веников не принесли, да? Лопухов не принесли? Ну и все. Она огромная какая-то. Точно не будешь помнить? Нет, ничего не было. Сонечка. Сонечка. Ну, я подумала. Ну, говорите мне, пожалуйста. Ну, говорите мне, пожалуйста. Ладно, ничего точно другого не появилось. Камера наблюдения за вольером с капибарами. Мила уговаривает меня взять капибару. Что вы скажете? Ручную капибару. Я, я так хотел капибару. Мил, на самом деле, минуточку твоего внимания можно? Конечно. Я очень рассчитываю на то, что в ближайшем будущем у нас будут и новые вольеры, и новая коллекция копытных. Поскольку я руковожу копытными, меня, конечно, это больше всего волнует. Ну, ты живешь здесь. У нас будут и жирафы, и зебры, и горные копытные мои самые любимые. Я не просто в это верю, я чувствую, что что-то меняется в головах и в душах. Вот, я считаю, что это самое главное. Домой успеваешь уходить? Успеваю, но дома меня периодически, конечно, поколачивают. Слишком редко бываешь. Да. Это кто у нас? Там колонн. Это он такой звук из Баррии, да? И вот его мне сватают. Вместе с кроликом, Женя. Вместе с кроликом. Они друзья. Только вместе с кроликом. Ну, кролик тоже сейчас придет к нам. Это я уже понимаю. Это я причем с ними, он с ним работает. Вот он что-то умеет давать. Да он все дает. Нализует на коленочки. И искусственник с первого дня. Да, вот я сейчас историю вам расскажу, которую уже слышал, что он отказался. Он был совсем слабеньким, тряпочкой. Его выкармливали искусственно, но он отказался есть из сосок, из любых, и ел только из маленьких инсулиновых шприцов, выпивая за кормление по 40 шприцов. Поэтому Мила редко бывает дома. Несколько раз в день. Через два часа. По первости-то кормили. Каждые два часа. Капиташин, можно я тебя аккуратно потрогаю? Познакомимся. Коля, у нас сегодня сватарство. Я не знаю. Мне всегда хотелось капибару. Но просто в моем хозяйстве, пока у меня сидят феньки, вольер занят. Капибара это прекрасное существо. Самый большой грызун в мире. Я всегда считал, что до сорока килограмм. А Мила говорит, что до семидесяти. Да? Капитоша молодец. Капитоша хороший. Вот, ребята, что вы скажете по поводу завести ли мне капибару? Которая мне абсолютно не нужна. Не прокормишь ли? Слушай, да прокормить прокормлю при моем количестве. Да. Мила знает, сколько фруктов. Всегда. Да. Ну, ладно, я задумываюсь. Я задумываюсь. Мамочки на ручке. Да. Ну, у меня времени нет на ручках. Нет, у меня пушина на ручках сидит. Алена. Есть прекрасная Алена. Алена, да, на ручках. В основном выпасе. Ага, у меня свободный выпас. Да, прямо. Конечно. Я делал бассейн для лягушек. Можно, конечно, там сделать? Вольер для капибары. С бассейном. А лягушки? Как он засыпает на руках. И мурлычет. Нет. Пушина зубками скрипит, когда ей что-то нравится. Нет, а он чмокает. Он сидит на руках, а там... Ааа. Ну, еще когда? Это капибарь, это вообще капибарь. Да? И у взрослых? Ну, взрослых не знаю, но я во многих видео смотрела, что вот многие детки, да, особенно, которые живут именно с человеком, возможно, им тактильности не хватает с родичами. И вот они начинают так вот... Почему? Да. Как будто успокаивают сами себя. Нет, нельзя. Нет. Капибарь. Очень любит сжевать одежду. Семь месяцев, да? Он родился 20 марта. Ну да. Не крупный. Ну, искусство. Ну да. Ну, у нас, в общем-то, все детки. Всегда хотела сделать бут-клебар. Бар? Так же, как кролики, не дать свои какую-нибудь? Да, не к портаге, да. Да, да. Вот так вот. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Нет, капитан. Ну, пожалуйста. Папитан, иди к нам, мы тебя разрешим. Ну, если она у вас лишняя. Ой-ой-ой. Да. Самая большая в мире морская свинька. Потому что не дают ему. Ты сейчас разыграешь его. Сейчас тут начнется. Ой, смотри, кусей отвешивает. Да. А он прикосывает, когда играется. Разыгрывается, конечно. А я знаю, я тут внутри облана передержка. Вот он тоже подоиграл со мной. Боже мой, этот звук я никогда в жизни не слышала. Даже не знаю, как будто какая-то птичка вот такие звуки. Вот, были чистые штаны. Ну что, дайте попробовать. Да, сегодня одела. Я каждый день стираюсь. После капитона. Да. Угу. Так что у меня все время чистые штаны. Спасибо тебе за... За чистые штаны. За предложение. В последнее время он очень скучает, когда мы его с улицы пересадили сюда во внутренний вольер. Не посетителей же нет никого. Вот. И мы вот как раз практикуем посещение капитона разными людьми. Вот. Чтобы ему было комфортно. Дело в том, что он, видишь, для него человек это общество. Почему я тебя так сватаю? Все остальные, они выживут в любом зоопарке, если там будет пара капивара, да? Ну это да. А этот не понимает капивара. Он понимает человека. Прости, пожалуйста. Не подогрей. Давай, давай, давай. Пойдешь к жизни жить? Нет. Подождите, я еще не решил. А ко мне пойдешь жить? Пойдешь? К бобрам. Ну это конечно уникально, потому что выкормишь. Они приручаются прекрасно. Все, да? В таком возрасте. У нас были ручные все капивары. Раньше, вот когда еще старая группа. Помнишь, Женька, сколько у нас капивары? Конечно. По 12 штук сидела. Алиса что? Вот. Они были ручные все. Нет, капитона. Нет, капитона. Я сказала. Ну вот. Нет, капитона. Ну что ты, как я не знаю? Ну, одна кофта все оставит. И пассейн, в принципе, этот будет набираться. Сейчас. Нормально тепло дадут. Ногти удивительные. Угу. Прям не назвать когтями, а именно ногти. Да. За сколько, капитон? За полторы тысячи делал? Сколько сейчас стоит? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я не делаю обычно. Я сам себе делаю. Ну я тоже сама себе делаю. Поэтому я не в курсе. Да, да, да. Нет. Нет, капитон. Нет. Нет. Он такой вкусный. Он и последний. Угу. От того, что вкусный. Да. Капитон. Хороший капитон. И пальчик сосать. И ушки чесать. Угу. 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 Интересно. Ну, мне кажется, мы не напрасно сходили, да? Я очень надеюсь, что действительно зоопарк возродится. Все-таки я выращен в этой организации с одиннадцати лет. И, да, зоопарк – дом для десятков и сотен людей, подобных мне, огромная юнацкая школа и сотрудники, искренне преданные зоопарку всю свою жизнь. Тол gorilla – видимо – sillу и главным. Зап ientан. Тол Yep. Угу. 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 Девка donated,ops-у, наверху и трус-у. Угу. Лю亮, Арбов-у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok